АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно же, у нас есть, что предложить, львиная доля наших проектов, львиная доля наших продаж это в первую очередь сети, телекоммуникаций, коммутаторы, маршрутизаторы и другие сетевые устройства. Однако сегодня сеть в организациях сама по себе мало чего цена, честно говоря, ценность представляет именно задачи, которые сеть может решить. Именно задачи, которые раньше решались другими путями, сегодня сеть, соединяя ресурсы в сети, являясь центром информационной сети организации, является наиболее удобным местом для того, чтобы решать многие не сетевые задачи. Например, как контроль доступа к ресурсам, качество сессий в сети, безопасность, виртуализация, хранение, вычисление и многое другое. То, что вчера еще у сетевиков вызывало улыбки и была прерогатива сгуба в дисктопах на столах или от вас суперкомпьютеров в Северной, сегодня дешевле и легче решается в сетевой цене. Поэтому сеть, ее важность будет расти и далее. Если, например, мы берем интернет, сегодня к интернету подключено около 15 миллиардов устройств. Это менее 5% того, что может быть подключено. Еще 95% будет подключено к сети интернет. Через 5 лет, к 2020 году, в интернете будет уже порядка 40-45 миллиардов устройств. Начиная от ноутбуков, смартфонов, заканчивая датчиками. Это все затронет и нас с вами, и физлист, и юрлист. Это то неизвестное, что уже придется, что уже приходит, как мы видим уже и в нашей повседневной жизни. Поэтому для наших формах мы, в первую очередь, берем те прикладные, важные темы, которые решают те потребности, которые есть у нас с вами, как у физлиста, как и у юрлистов. И наиболее актуальной для нашего региона, наиболее важной, сложной темой, конечно же, является безопасность. Информационная безопасность и кибербезопасность. Информационная безопасность – это то, что организация делает сама для себя, решая автономно свои задачи по обеспечению безопасности. Кибербезопасность требует взаимодействия организации, например, с оператором связи, например, с ЦЕРТ-центром, с другими организациями. Есть сегодня информационные прозы, которые самому отразить невозможно. Противодействие должно быть уже на подступах к организации, например, сети операторов. Это требует другой уровень взаимодействия организации с оператором. Это требует соответствующих технических решений. И, помнимая эту важность, это и тематика. Последние пять лет компания ЦИСКО довольно много инвестирует в данный область. Приметает много новых компаний, стандартапов, в первую очередь технологий. И на сегодняшний день портфель наших решений, они соединены единой нитью безопасности. Так либо иначе, это будет Центр оборотки данных, либо сеть, либо Wi-Fi доступ, либо Telepresence и так далее. Понимая важность этой темы, мы пригласили для работы с нашими организациями и для основного доклада на этом семинаре нашего старцевого вице-президента, компания ЦИСКО Джона Стюрта, который отвечает за разработку решений информационной и кибербезопасности. Подразделение Джона создано с целью, единость, сложную цель, чтобы все решения ЦИСКО продукты в унисон, как одно целое, обеспечивали безопасность организации и государства. Мы, естественно, говорим, что на самом деле нет компаний, которые бы не подверглись информационным атакам. Просто компании делятся в две категории, и из них знают, что их информационные ресурсы были атакованы, а другие так и до сих пор не узнали, что они были атакованы. Да, поэтому ведьмотив, как основная платформа, это безопасность, актуальная тема для нашего сегодняшнего дня. И, соответственно, мы очень-очень рады видеть вас здесь всех. Желаем вам плодотворного рабочего дня и до новых встреч. Спасибо. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО.